Борьба с огненной стихией На территории Богучанского района бушуют пожары 11 раз они становились призерами края Чемпионы сельских игр достойно представляли Красноярский край на футбольных полях Советского Союза Футбольному клубу «Ангара» исполнилось 40 лет Праздник пирога Фестиваль национальных культур прошел на Чуноярской земле Здравствуйте! В эфире новости Богучанского телевидения, студии Генеологинова и обо всем более подробно Богучанский район в дыму Пожары бушуют на территории Красноярского края Огнем охвачены Северо-Енисейский, Мотыгинский, Кежинский, Канский и Богучанские районы В нашем районе режим чрезвычайной ситуации действует уже на протяжении нескольких месяцев Подробности в первом сюжете выпуска На протяжении нескольких дней жители района наблюдают задымленность территории Отчетливый запах гари и затрудненную видимость Все это обусловлено лесными пожарами в Богучанском районе и соседних территориях Красноярского края На территории возьмем два наших районов, Богучанский и Кежинский, которые находятся на отдаленности В Кежинском районе в течение недели уже стоит большая задымленность Происходит это в связи с тем, что в Кежинском районе не было ни одного пожара в течение недели То есть данное задымление происходило со стороны Богучанских пожаров и Кежинского района На сегодняшний день видится задымление и в Богучанском районе Это связано с тем, что поменялся поток ветра и из пожаров, которые действовали То есть данное задымление происходит на территории также и Богучанского района На территории Богучанского района зарегистрировано 16 лесных пожаров Вблизи поселков Беляки, Хребтовый, Манзя, Нижний Терянск и деревни Бедобан Пожаром охвачено свыше 18 тысяч гектаров В тушении задействовано 436 человек и 39 единиц техники Накануне под угрозой огненной стихии оказался поселок Ангарский В 8 километрах от населенного пункта загорелся лес Благодаря воздушной авиации пожар удалось локализовать Пожар вблизи поселка Ангарский был обнаружен ночью Жители начали паниковать, там заряло дым К нам поступил сигнал, рано утром мы выдвинулись к месту очага С помощью самолета очагонаблюдатели обнаружили очаг возгорания Он нас навел, аппарации навел Уехали, ангарские ребята молодцы спасили Дали бургозер и приступили вчера с утра Приступили к тушению непосредственно Вчера к вечеру очаг был локализован Сегодня мы за ним не блюдаем В связи с отдымленностью на улице Жителям рекомендуется как можно меньше находиться на открытом воздухе И в вечернее время не открывать дома окна Надо максимально исключить все-таки нахождение на улице Дома по возможности окна должны быть закрыты По возможности увлажнить воздух Может быть даже развешиванием простыней Маски, тем более марлевые повязки Они в принципе эффекта никакого не дадут Так что проще, самое главное По максимуму исключить контакт с дымом При обострении таких заболеваний Как обструктивный бронхит, бронхиальная астма Фаренгит, ларингит и гипертония Необходимо обратиться к врачу Людмила Кочнева, Сергей Бегишев Телекомпания «Спектр» Бугучаны Объекты теплослабжения Жилищно-коммунального района Будут переданы в управление Государственного предприятия «Красэка» Сегодня нам удалось получить комментарии Представители управляющей компании «Бугучан-жилкомхоз» Еще в мае текущего года По решению районного суда Часть тепловых сетей, находящихся в аренде Ресурсно-снабжающей организации Была возвращена в муниципалитет А вопрос о передаче объектов теплоснабжения От предприятий «Бугучан-жилкомхоза» В другое ведомство Решался на уровне правительства Красноярского края На сегодня уже определено предприятие Которое будет оказывать услуги по теплоснабжению Государственное предприятие «Красэка» Когда большое совещание 14 августа было в администрации района Мы согласились Что да, наверное, более разумно будет передать все это В новой компании Краевой И вот сейчас идет процесс передачи Подготовки к передаче Подписания договоров О передаче теплового хозяйства Новому владельцу Эксплуатации Новой организации, которая будет заниматься эксплуатацией котельных Это не должно тревожить население Тарифы остаются старые Люди наши, которые здесь и работали Они же и переходят в новое предприятие Только меняется руководство этих людей Вот сейчас как раз сидит зам главного инженера Мы как раз вели эти разговоры производственного характера Как это будет передано Наверное, на этой неделе они поставят своего руководителя Наместника, как хотите так и называть Чтобы он уже начинал управлять процессом подготовки к земле Я думаю, это на этой неделе должно решиться Как отметил Наил Тимиров На сегодняшний день предприятием ЖКХ За оказание услуг по тепло- и водоснабжению Население юридически длится Должны порядка 130 миллионов рублей Сейчас активно ведется работа по взысканию задолженности У нас сегодня у приставов находится 52 миллиона Уже переданы для взыскания Из этих 110 населения В суде находится 224 дела на 7,6 миллиона Оформляется суд на 74 абонента 4 миллиона Необходимо сказать, что несмотря на грядущие изменения Предприятия «Богучан ЖКХ» уже подготовили час котельных к зиме Екатерина Родченкова, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» «Богучаны» И в продолжение темы Готовность объектов теплоснабжения к работе в зимних условиях Обсуждается на каждой еженедельной районной планерке В ходе обсуждений принимаются решения, дабы исключить проблемы будущей зимой Совещание на этой неделе не стало исключением К отопительному периоду на территории района планируется произвести подготовку 43 котельных Все они разной ведомственной принадлежности Процент готовности их также не одинаков На сегодняшний день готово к отопительному зимнему периоду По УК «Богучан ЖКХ» 9 котельных Это 6, 7, 10, 11, 14 село Богучаны 18 Пинчуга, 31, 32 Неванка, 33 Говорково Процент готовности котельных составляет 38% Котельная 5, 15 к отопительному зимнему периоду подготовка не осуществляется В связи с тем, что нагрузка с котельной номер 5 переведена на 13-ю котельную Котельная номер 15 используется для собственных нужд предприятия Лейла Дружинина информировала и о ситуации с подготовкой тепловых сетей 48,5 километров сетей, находящихся в эксплуатации УК «Богучан ЖКХ» Готовность сегодня составляет 83,5% В отношении сетей, возвращенных в УМС Из районного бюджета в июне, 21 июня, выделено 2,4 миллиона рублей На подготовку сетей на проведение гидравлических испытаний 31 июля заключено 13 контрактов на проведение гидравлических испытаний Общей протяженностью 49 километров на сумму 1,3 миллиона рублей Хотел обратить внимание на работу службы заказчика Как мы и предполагали, когда подписывали договор Там его присутствие, заседательство, неподготовки сети Что у нас готово проведено гидравлические испытания Ряд задвижек надо поменять Но мы по 2-3 дня ждем представителя службы заказчика Чтобы он зафиксировал данный факт Сначала он фиксирует, да, ставишь, что задвижка не работающая Потом быстро, как мы ее сняли, потом как поставили Бывает, значит, бригада на одном колодце сидит несколько дней Надо ускорить все-таки работу В этом году традиционный профессиональный праздник День лесника будет отмечен по-особому 15 сентября планируется впервые в районе провести конкурс лесоруба Для организации праздника И конкурса был создан оргкомитет Первый оргкомитет по организации конкурса был проведен уже на этой неделе Исполняющий обязанности главы района Владимир Саар обозначил задачи этого мероприятия Первая задача конкурса, подчеркну, опять подчеркнуть роль и особенность территории И, конечно, честовать, похвалиться нашими производцами достижения Вторая задача на этом же празднике Доложить коротко бывшим сегодняшним ветеранам, бывшим работникам этого возраста И насколько шагнула отрасль дальше Такие задачи стоят Ну и немаловажно, я вижу, по значимости, потому что в первом месте Некое профоридационное для того, чтобы молодежь видела Икала со стороны родителей смотрели, принимали решения И одну из задач, которую я вижу для себя Что мы пригласили представителей тех учебных заведений, которые готовят специалистов В оргкомитете приняли участие не только чиновники, но и представители Краслесинвест, Лессервиса, БойлПК, а также ветеран лесной отрасли Сергей Костин Планируется, что конкурс будет проведен на поле Между улицей Ленина и паромной переправой В этот день не только профессионалы покажут свое мастерство Пройдет церемония награждения ветеранов Представлена концертная программа Будет развернута выставка продажа продукции Собственного лесозаготовительного производства А также силами школьников посажены деревья Устроящиеся районные больницы Организаторы надеются, что это мероприятие станет для района традиционным А наша редакция планирует выпустить серию материалов о работниках лесной отрасли Уже в пятницу смотрите в нашем выпуске сюжет о строительстве лесных дорог Акционерного общества Краслесинвест Далее вас ждет короткая реклама Не переключайтесь Главное событие этого года Первый районный конкурс профессионального мастерства Ангарский лесоруб 2018 Состязание выявит лучших профессионалов лесной отрасли Бабучанского района Если ты готов стать лучшим, не пропусти 15 сентября Ангарский лесоруб в Бабучанах Компания «Рулевой» предлагает ежедневные рейсы из Бабучан и Красноярска на комфортабельных микроавтобусах Водители очень опытные, вежливые и аккуратные Рейсы ежедневно в 9.30, в 14.00 и в 18.30 Также бывают дополнительные ночные рейсы Для немедленников у нас скидки в течение месяца на рейсы из Красноярска В апреле у меня день рождения, поэтому с компанией «Рулевой» весь месяц ездил со скидкой Компания «Рулевой» Страхование жизни каждого пассажира Я доверяю компании «Рулевой» Пассажирские перевозки на заказ Ежедневно, утром, днем и вечером Экспресс-Диамант 5 лет на рынке пассажирских перевозок Качественный и недорогой сервис по доставке пассажиров Своевременное прибытие транспорта в указанное заказчиком время Технически исправные автобусы и страховка пассажиров Опытные водители, прошедшие предрейсовый медицинский осмотр Экспресс-Диамант 8 908 024 97 00 8 908 024 97 00 Без пяти лет сто 95-летний юбилей отметила Любовь Ивановна Логинова Труженица тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны Бориса Ивановича Логинова Любовь Ивановна всю свою жизнь прожила в Богучанском районе Вырастила двух детей В свои 95 она хорошо себя чувствует и с радостью встречает гостей А поздравить именинницу с юбилеем пришли представители районной и сельской администрации Социальной защиты населения и Совета ветеранов Владимир Саар, исполняющий обязанности главы района Поздравил Любовь Ивановну и зачитал ей поздравления от Владимира Путина Уважаемая Любовь Ивановна, от всей души поздравляю вас с юбилеем Вы честно прошли через тяжелые испытания Великой Отечественной войны Своим трудом создавали богатство и мощь нашего государства И через годы несете свою любовь к своей родине Президент желает вам бодрости, духа и благополучия Подпись, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин В Краеведческом музее имени Даниила Андона состоялась Торжественная встреча ветеранов строительной отрасли Ветераны делились воспоминаниями и фотографиями Благодаря которым музей продолжает пополнять историческую коллекцию того времени Вся история строительства Богучанского района хранится в альбомах В виде фотографий, статей из журналов и газет Если вы кто-то из вас считаете, что это недостаточно, недополненно Не сказано о ком-то из вас, кого вы считаете необходимо Дополнить в эти альбомы и которые внесли большой вклад В развитие строительных комплексов Богучанского района Пожалуйста, приносите, я думаю, работники музея Всегда примут эти фотографии И ваши имена, имена ваших друзей останутся на долгие-долгие годы В истории нашего района Их называли «золотой командой», а болельщики стремились попасть на их матчи Имя футбольного клуба «Ангара» было на слуху не только в Богучанском районе, но и по всей Сибири Этим летом футбольному клубу «Ангара» исполнилось 40 лет Как начинался богучанский футбол в материале Екатерины Родченковой Футбольный клуб «Ангара» не разделим с именем своего тренера Сергея Демирджи Это он, приехав в Богучаны летом 1977 года, заразил футболом секретаря райкома партии Леонида Яковлевича Сенника Тогда все силы были брошены на реконструкцию стадиона и футбольного поля Параллельно тренер днем учил играть богучанских мальчишек вечером взрослых Не только спортсмен, но и педагог от природы он умел различить в простом сорванце талантливого игрока Его педагогический талант помогал ему перевоспитывать и уже взрослых парней Я команду тренирую, открытая дверь, я так смотрю за упражнениями, за ребятами слежу Он заходит, Сергей Атемович, можно вас? Я говорю, я тебя слушаю, Саша его звать Возьмите меня в команду Я говорю, Саша, ты же знаешь Он говорит, ну кто-то может, кто-то даже должен поверить Понимаете, такие два слова сказал Так стоял, я говорю, приходи Я не говорю, что какой-то этот вендеркинд Но вот есть какие-то чувства Я вижу в людях, в игроках, перспективу Ну и вот я его взял, так он за свои слова отвечал Сергей Демирджис считает, что главная составляющая успеха в спорте – характер Поэтому игроки его команды стали не только отличными футболистами, но и настоящими мужчинами Один из первых, кто составил ядро команды, был Сергей Полежаев После службы в армии он приехал сюда из Красноярска по приглашению тренера Сами вот мы делали вот это поле, ухаживали за ним Вот видите, 40 лет прошло, а поле находится в хорошем состоянии Ну я так бы сказал Потому что вот играют все на нем, выбивают Раньше такого не было, раньше только футболисты играли на этом поле Поэтому надо это все поддерживать Я вот когда был тут на 35-летие, на 30-летие Я говорил вашему руководству района, что нужно футбол поддерживать Потому что детям в принципе заниматься-то нечем больше Нужно только спортом А вот Виктор Шахматов – коренной ангарец Здесь родился, пошел в школу и работал по распределению после института Команда хорошая была у нас Мы 11 раз состоялись чемпионами края Призерами олимпийских сельских игр Становились, ездили, представляли Красноярский край Среди коллективов физкультуры на всероссийском уровне То есть мы ездили и в Анапу ездили, и в Краснодар, и на Украине, в Одессе были Довольно достойно представляли Не только наш край, но и наш район Сегодня многие из игроков ангары живут в Красноярске Есть и те, кто в те годы приехал сюда, да так и остался Среди них лучшие бомбардиры – Гайнул Касимов и Владимир Бажинов Футболистам-ветеранам вручили памятные подарки Их приветствовали официальные лица района и их тренер Сергей Демиджи Добрый день, дорогие наши спортсмены Язык у меня не поворачив сказать ветераны Молодежь, она и есть молодежь Душой, телом, духом, мыслями И для меня очень знаково, что Мое погружение в Богучанский район проходит Вот как раз совпало, я рад нашему знакомству представиться Для меня всегда физкультура и спорт было тоже очень знаково по жизни Может быть не столь активно, как вы Но я всегда, где бы ни работал, поддерживал И самым глубоким уважением отношусь и относился И заверяю вас о том, что будем поддерживать Дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории нашего района Становление вашей команды, нашей команды, ангара Она проходила на моих глазах Благодаря Сергею Демиджу Это был всплеск, такой бурный всплеск И в то время и райком партии, и хозяйственные руководители Они были поставлены на одну цель Победа, победа и только победа Вот, ребята, мы снова с вами встретились Я пожелаю всем крепкого здоровья, прежде всего Продолжайте играть за ветеранов Счастья, ведь счастья не в количестве А там, где ты живешь и с кем тебе хорошо Добра вам, удачи и все самое доброе Болельщиков на стадионе было немного Один из них рассказал нам о своем увлечении футболом О тех игроках, на которых он хочет быть похож И о своей задаче на предстоящую осень Здесь занимался Меня будут проверять в Екатеринбурге на хорошей команде Которую очень сложно попасть Я туда попробую попасть И надеюсь, у меня получится Сегодня в районе нет такой золотой команды Но учитывая увлечение юных богучанцев И для развития этого направления Руководство района ежегодно проводит традиционные турниры по дворовому футболу Это дает маленькую надежду на то, что со временем Имя футбольной команды будет связано с именем района Екатерина Родченкова, Сергей Бегишев Телекомпания «Спектр» Богучаны Национальные праздники являются неотъемлемой частью культуры любого народа В них сконцентрирована история этноса, его ценности и мировоззрения, сформированные столетиями Большой национальный праздник прошел и в Богучанском районе В селе Чунояр состоялся фестиваль национальных культур Праздник пирога О сохранении культуры народов района расскажем в следующем сюжете Задолго до официального открытия фестиваля на площадь сельского дома культуры и юность Начали собираться гости со всего района Здесь в своеобразном творческом диалоге собираются принять участие киргизы, таджики, тувинцы, русские, чуваши и узбеки Этот день станет для них одним из важных праздников Когда можно прикоснуться сердцем к исторической родине и рассказать о своем народе Мы сделали все, чтобы сегодняшнее мероприятие для вашей памяти оставило частичку хорошего, замечательного и светлого О чем вы будете вспоминать, наверное, не один день Поэтому всех сердечно поздравляю с праздником пирога Мы все сделаем, чтобы у вас сегодня было хорошее настроение С праздником вас всех! Национальный фестиваль, главная цель которого – укрепление межнационального согласия В таком формате проходит в Чунояре впервые Но у него уже есть все шансы стать традиционным Каждый день буквально общаемся с Александром Викторовичем Усом Исполняющим обязанности губернатора Красноярского края И буквально вчера я ему докладывал о тех мероприятиях, которые мы здесь реализовываем И в том числе я сказал о том, что на выходные буду участвовать И приглашен на праздник национальных культур, праздник пирога И очень он просил, я сегодня это делаю перед вами Передаю вам поздравления Александра Викторовича Уса За то, что вы берегете свои традиции, развиваете Рядом с ветеранами молодежь И это, конечно же, верный знак того, что у нас большое будущее И мы впереди серьезных перемен Настоящей изюминкой большого праздника для жителей и гостей села Стали импровизированные подворья сельских поселений Здесь каждый желающий мог продегустировать национальные блюда Познакомиться с работой народных умельцев и колоритом той или иной нации Пять национальных подворьей представляли узбеки, таджики, русские, киргизы и чуваши Кроме того, на одной из площадок можно продегустировать яства, которые приготовили опытные мастерицы со всего района По особому, секретному рецепту для конкурса национальный пирог Самым вкусным и красивым был признан пирог жительницы поселка Манзя Анны Великой Дорогим гостем на национальном празднике стал коллектив ансамбля «Ангарские напевы» Значит, старинные игры, старинные танцы Вот этим мы завлекали людей, детей И с ними танцевали, потому что все это упущено, все это забыто А народ, оказывается, очень с удовольствием это делает, танцует и принимает все, что мы просим их Национальный праздник «День пирога» прошел словно на одном дыхании Довольные гости, радостные участники, душевная и теплая обстановка Вот они, составляющие отличного празднования дружбы народов Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр Богучаны» Еще одна из деревень Богучанского района отметила юбилей В эти выходные Малеева исполнилось 335 лет Отметить день рождения родной сторонки собрались минувшие выходные жители и уроженцы деревни Их дети и внуки, чье детство и юность связаны с этим живописным местом О том, как прошло празднование, расскажем в сюжете Данные об основании уютной небольшой деревеньки, что расположено на берегу реки Чуна В Богучанском архиве отсутствуют Поэтому глава Октябрьского сельсовета предложила отмечать день рождения деревни Малеева ежегодно Во второе воскресенье августа Единственное, что мы нашли в интернет-ресурсе Википедии Дату основания 1683 год Но согласитесь, нам ровным счетом все равно, сколько нашей деревни 335, 435 Замечательно то, что наконец-то впервые мы здесь с вами собрались Для того, чтобы вместе отпраздновать день рождения нашей деревни Собираться впредь решили на берегу реки Чуна В аккуратно против сельского дома культуры Единственное учреждение, которое существует и поныне Волнительные и радостные минуты счастливых переживаний От встречи с старыми знакомыми, близкими и родственниками Одноклассниками и друзьями Испытывали и жители, и гости Когда-то дедушка пришел домой и говорит Как назовем улицу у нас в деревне? Я говорю, конечно, береговая Тут же берег Он говорит, нет Мы ее назовем центральная Потому что для них, для жителей Это деревня, это главное И, конечно, это центральная Она у нас действительно, эта улица Центральная И люди у нас здесь Центральные, замечательные Низкий поклон вам всем Всем нашим Малеевским Всем приехавшим сюда гостям Здоровья, благополучия И процветания деревни С праздником! Трое внуков, мацаряна у меня были Каждое лето, все каникулы И все говорили Опять в этот город уезжать Баба, ну давай, оставь здесь Я учиться здесь буду У каждого человека есть место Где он чувствует себя свободно и непринужденно Где душе спокойно и легко Конечно же, это малая родина Родной дом, где всегда ждут и всегда рады Уголком умиротворения Более чем для ста человек Является небольшая деревня Малеева Которой в этом году исполнилось уже 335 лет Летние каникулы на исходе А это значит, что настала пора Позаботиться о покупке Самого необходимого к началу Нового учебного года В магазинах в эти дни большой ажиотаж Богучанцы готовятся Ко дню знаний Подробнее в материале выпуска Считанные дни остаются до нового учебного года Пришло время собрать школьнику портфель Героиня нашего сюжета Инна собирает сегодня сына к школе Ее выбор пал на магазин Сувениры, канцелярские товары В доме быта Это рай для любителя канцтоваров Стеллажи магазина пестрят яркими пеналами Ранцами, обложками, тетрадями И другими школьными принадлежностями Чтобы в спешке ничего не забыть Инна подготовила канцелярскую шпаргалку Собираем ребенка в школу Помогите, пожалуйста, с канцелярией Посоветуйте, что-то какие-то акции Может есть у вас? Есть Да? Да, вот смотрите, лотерейка у нас разыгрывается Скоро в школу Набирайте товаров на 1000 рублей Участвуйте в нашем розыгрыше Пишите свой номер телефона Мы опускаем вот здесь вот лотерейку И мы увидим, может, что-нибудь Розыгрыш проходит 30-го числа этого месяца Мы вам позвоним, если что-то вы пойти Мы будем участвовать Приятная новость для покупателя Тем более, что канцелярия, необходимая школьнику удовольствия Не из дешевых Помимо тетрадей, ручек, карандашей и прочей мелочевки Ученику начальной школы необходимый цветной картон Бумага, краски, пластилин, ножницы и многое другое На творческие уроки труда Смотри, Сереж Смотри, есть такие, такие, такие Еще вот такие Мама, а можно я сам выберу? Ну ладно, хорошо Какие-то лучше Вот такие, да? Вторая приятная новость для Инны Это уже подготовленный набор канцтоваров хорошего качества Здесь собрано все самое необходимое для ученика начальной школы Вот это вот все здесь на тысячу рублей Тысяча три рубля Такой базовый набор экономит и время для составления списка И учитывает потребности современного школьника При этом еще и средства родителей экономит Рюкзак в эту стоимость не входит Его Сережа выбрал отдельно Небольшой с виду школьный портфель кажется тяжелее самого первоклассника Зато вмещает все необходимые предметы А также остается место для учебников Теперь с уверенностью можно сказать Сережа к первому учебному году готов Евгения Логинова, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» Богучаны Это были все новости на сегодня Смотрите наши выпуски в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках А также на нашем сайте спектр.рф.ру А я с вами прощаюсь Всего доброго, до свидания Субтитры подогнал «Симон» Могучий и красивый Енисей Бескрайняя тайга и горы Сильные и душевные люди Это наш Красноярский край В сердце России Мы любим наших детей И выращиваем свой хлеб Строим спутники И плавим металл Мы верим в себя И гордимся нашим краем Ведь впереди у нас Новые горизонты И новые свершения Это наш край Наш выбор Наше будущее Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»